Одни объединяются на почве любви к героям, другие к спорту, третий к танцам. Есть и те, кто не мыслит своей жизни без всего и сразу, но только под флером фантастики, древних легенд и звономичей. Фестиваль «Зеландкон» вот уже 22 года собирает толканистов, ролевиков, исторических реконструкторов, музыкантов и художников со всей страны. В Казани они съезжаются из больших и малых городов, от Калининграда до Владивостока, не жалея ни времени, ни сил. И все для того, чтобы оказаться в большой семье единомышленников. В атмосферу «Зеландовой сказки» погрузилась и Ольга Гагаладзе. Жил на свете дракон «Зеланд» из старинной татарской легенды или нет, мы не узнаем. Но история о нем и по сей день вызывает интерес. Именем дракона назван фестиваль «Фэнтези» в Казани. Сюда вот уже 22 года подряд собираются те, кому в жизни так не хватает сказки. Все началось с того, что в Казани в 80-е годы был клуб любителей фантастики, которым я руководил. А в 90-м году появились ролевые игры. И когда прошла сначала первая игра в 90-м году, вторая под Москвой, ко мне подошли ребята и сказали, надо нам в Казани сделать что-нибудь такое, чтобы собрать народ. Не хочется расставаться. И, собственно, вот так родилась идея. Никто не предполагал, что этот фестиваль будет такой крупный и что он продлится столько лет. Первый фестиваль назывался «Дни Толкияна» в Казани. Тогда, в 1991 году, на него приехало около 100 человек. Все они могли разместиться в одном зале. Небольшая группа единомышленников решила придумать символ конвента. С выбором мифологического персонажа долго мучиться не пришлось. Так и назвали новорожденный фестиваль в честь местного змея Горыныча. Время шло, и Зеландкон вырос и превратился в огромного дракона. Сейчас на фестиваль ежегодно приезжают около 2000 человек. Очень кропотливая и долгая работа, причем не проектная, как поставили цель и реализуем, реализуем. Это складывалось довольно естественным путем. Нам нужно было просто в определенный момент подхватить вот этот поток самодвижения людей и подложить под него немножечко инфраструктурной подложки, чтобы все это жило, развивалось и не закончилось. Танцы всегда объединяли людей самых разных возрастов, профессий и жизненных укладов. Почувствовать себя принцессой на средневековом балу здесь может каждая. И неважно, умеешь ты танцевать или нет. Выполнять сложные пасы людьми, которых видишь впервые, задача не из легких. Но в танцевальном зале уже никто не кажется чужим. Ребекка Сурина приезжает на Зеландкон из Нижнего Новгорода уже много лет. Знатная дама на балу, а в обычной жизни байкер, диджей и мастер исторических костюмов. Она из тех, кто понимает, если ролевое движение пришло в твою жизнь, оно останется там навсегда. Когда собирается такое большое количество людей, возникает какое-то особенное такое поле. Поле, в котором могут родиться совершенно невозможные вещи. Можно придумать свою книгу, можно придумать свою игру, можно придумать какое-то бешеное количество костюмов. Других посмотреть и себя показать собираются здесь и ремесленники. Когда заходишь в город мастеров, кажется, что пронесся сквозь время и попал на древнерусский торг, куда купцы приехали со всех семи морей. У каждого неповторимый стиль и свои секреты. Если честно, я вообще циник, мастера не сильно объединяются на подобных конвентах. И опытом тоже не сильно обмениваются. Настоящие мастера чаще всего не обмениваются. А у покупателей только одна проблема – выбрать что-то одно, когда глаза разбегаются от разнообразия. Мастера же на ярмарке времени даром не теряют. И на глазах у всех создают новые наряды. Кафтанчик будет на скандинавии, реконструкции скандинавии 10 века. Настоящие воины приезжают на конвенты в своем обмундировании. Здесь шутят, что любовь к оружию у мужчин в крови и переливанием не лечится. В дуэльном фехтовании мало научиться махать шашкой. Не применив стратегию и тактику, быстро окажешься побежденным. Это лучшее из того, что я нашел среди спорта. Оно включает человека, а не только машину, которая занимается спортом. Это не фитнес. Здесь работает душа. Сначала просто фехтуешься, чтобы… тебе просто это интересно. Бах-бах, мечами там в детстве все фехтовались. Потом стало интересно, а как же это было в древности? Начинается изучение истории – европейской, отечественной. В истории есть очень много интересных вещей, которые сейчас бы очень пригождаются. Битвы давних времен по сей день волнуют людей. Есть и те, кто снова и снова возвращается на Бородинское поле, чтобы почувствовать те силы и единства, которые помогли в итоге победить врага. Обо всем, что случилось в прошлом, мы узнали из книг. Поэтому и конвент не может обойтись без писателей. Здесь те, кто только вступает на летописное поприще, могут получить бесценные советы от мэтров пера. Мы все состоим в каком-то одном незримом братстве. Даже если одни живут в Казани, другие во Владивостоке, третьи где-нибудь на Украине. То есть все русскоязычное пространство объединяет множество людей разных возрастов. Им необходимо встречаться, видеться, обмениваться опытом, спорить, даже ссориться. Потому что в споре рождается истина, а ссора ведет к примирению, как ни странно. Так что всякое общение для писателей и состоявшихся, начинающих, очень полезно. Нидерландский философ Йохан Хёзинга в своей книге «Человек, играющий» сформулировал идею о том, что игра – это естественная потребность человека, и нужно принести ее из детства через всю жизнь. Если посмотреть на участников фестиваля, можно без слов понять – они счастливы. Здесь нет места враждебности, никто не делится по признаку национальности, возраста или религии. И в единстве их сила. Ольга Гагалат за Андрей Ключников. Столица. Итоги недели.